Особенность нашего закрытого города – его природа. Он буквально утопает в мордовских лесах, защищать которые задача не из простых. 19 сентября в стране чествуют тех, чью призвание – защищать и приумножать наши зелёные богатства. О работе Константина Амельченко мы уже неоднократно рассказывали в своих репортажах. Но в этот раз тема для беседы была не самой приятной – лесные пожары. О том, как горели мордовские леса, ещё в 2010 году Константин Леонидович знает не понаслышке – сам был на передовой. И в 10-м у нас лес прекрасно остался живой на границе КСП. Но по ту сторону он прошёл чудом, значит, всё там сгорела техника. Я сам в это время тоже в заповеднике был чудом, остался жив. Если вы верховой, знаете, что техника вся сгорела. Вот выше межжелезодорога и что если мы заставим, то что техника была, она сгорела. На этих тратарах я там опашку делал. За проявленное мужество Константина Леонидовича позднее наградили медалью за отвагу. Прошли годы и история повторилась. Пожары вновь башевали на территории заповедника. Основная причина их возникновения, по мнению Лесничева, – сухостой, который там не убирали годами. Эти 11 лет практически лес стоял в сухой заповеднике. Особенно сосна надолго стоит. Но лиственные, еловые, они раньше выпадают. И масса сотни тысяч кубов лежала и висела в воздухе. Получалось, как торт. Стоит сушняк внизу и плюс милятник. В период пожаров работать приходилось в изнурительном графике. До поздней ночи и без выходных. Во время интервью Константину Леонидовичу мешал говорить кашель. Говорит, надышался смога. Саровские леса удалось уберечь, потому что здесь регулярно принимают профилактические противопожарные меры. Мы отобрали делянки первые. Скоро начнем потихонечку расчищать лес. Мы даже не то, что сам лес, мы даже мусор убираем. У нас есть запланированное принятие по уборке мусора. Сухостой валеж мы и население отпускаем по определенным заявлениям. Потом будем по купли-продажам, организациям или частникам тоже продавать лес. Сейчас городское лесничество испытывает острую нехватку кадров и будет рада всем желающим, кто решится встать на защиту лёгких нашего города. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.